Вереница легковых машин выстроилась на площадке парка «Дружба народов». В салонах и багажниках каждой – десятки коробок с гуманитарным грузом для самарцев, которые участвуют в специальной военной операции. У нас сейчас в машине находятся посылки с гуманитарной помощью от детишек школы из Красноармейского района Самарской области. Это второй, третий класс, начальные классы. И помимо продуктов, которые они сами собирали вместе с родителями, каждый из детей написал письма для солдат, нарисовал красивые рисунки, и в каждом письме написаны очень теплые слова поддержки. Даже на коробках они нарисовали красками «За победу! Держитесь! Мы с вами!». Это уже седьмой гуманитарный конвой, который сформирован в рамках акции региональной общественной палаты «Своих не бросаем! Мы вместе!». В сборе груза участвовали предприниматели, ветераны военно-морского и речного флота, Союз народов Самарской области, Нотариальная палата, спортсмены. Это горячие люди, которые понимают, что их тепло согреет наших бойцов. А нам сегодня нужна одна победа, она нужна нам всем. И поэтому, если мы самарцы что-то можем сделать, то мы обязательно возьмем и это сделаем прямо своими руками. Мы благодарны всему бизнесу, членам торгово-промышленной палаты Самарской области, которые сегодня показали ту озабоченность и делают все, чтобы наши солдаты, наши военные защитники ни в чем не нуждались. Для бойцов, которые отправятся в зону спецоперации, либо уже находятся на передовой, самарцы собрали консервы, крупы, макароны, медикаменты и сладости. Кроме того, по заявкам солдат, сельчане привезли более 100 килограммов чеснока и десятки килограммов меда. Сельчане очень переживают и за своих воинов ждут победы. И сегодня мы, вот наступает холода, привезли чеснок, чтобы наши не простужали, а если простужались, то лечились чесноком. Мед, конечно, наших, соклинский, он экологически чистый этот мед. Мы подумали, что сейчас время вообще холодное, впереди вообще зима и теплое одеяло, подушки. Это то, что может согреть вообще наших бойцов и передать частицу нашего тепла ребятам. Несмотря на большое количество посылок, чтобы загрузить военную машину, потребовались считанные минуты. Так много оказалось людей, которые передавали груз по цепочке. И с каждым разом желающих связать для бойцов теплые вещи, написать душевные письма в Самарском регионе становится все больше. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Светлана Тимофеева, Константин Головин.